В Лазаревском районе на участие в конкурсе заявились жители 26 многоквартирных домов. Они четко понимают, что участие в федеральной программе – это не только получение существенного финансирования на благоустройство своих дворов, но и личный вклад. Люди согласны взять в руки кисти, молотки и пилы и совместным трудом сделать привлекательными свои придомовые территории. Этот проект включает в себя благоустройство прилегающей территории, внутридомовой, дворовых проездов, улучшение освещенности дворов, оборудование или оснащение детских игровых площадок, оборудование урнами, скамейками, контейнерной площадки. Конечно, одновременно всем попасть в программу не получится, поэтому для желающих участвовать в ней организует конкурс. Сейчас благотворительные вопросы идут, будет проводиться конкурс, к какому дому будут выделены деньги и придомовые территории. Мы будем встречаться с каждым домом, с каждым активом, общаться, рассказывать, объяснять и так далее. Все хотят, конечно, чтобы попал в эту программу их не дом. Попадут многие дома, поверьте мне, но может быть не в этот год. Программа формирования комфортной городской среды рассчитана на несколько лет, начнет реализовываться в феврале и продолжится до 2022 года. В ней могут принять участие жители всех сочинских домов. В первый год Сочи получат на благоустройство дворовых территорий 300 миллионов рублей. Елена Всецина, Арак Таян, телекомпания ФКТ. Жигулета белая Таян.